Операция Европейского Союза «Аталанта» по охране судоходства в Аденском заливе у берегов Сомали была начата в 2008 году. С тех пор ни одно судно с гуманитарным грузом, продовольствие которое защищает международные силы, не попало в руки местных пиратов. Эстонские военные принимают участие в миссии с 2010 года и вернувшееся сегодня подразделение было уже четвертым по счету. Группа несла службу на немецком фрегате «Захсан». Там скорее полицейская миссия, нежели военная. То есть в этом отличие между операциями в Афганистане и берегов Сомали. То есть уже само присутствие военных кораблей, военных в этом районе, оно как бы отпугивает пиратов, да? Да, но ситуация в этом году, скажем, довольно спокойная, в отличие от предыдущих лет. Все участники миссии перед отправкой в район Аденского залива прошли специальную подготовку по ведению боя малой группой, изучили тактику действий военной полиции, отрабатывали навыки высадки на борт судна с вертолета, освежили приемы рукопашного боя и стрельбы. Впрочем, за время службы в команде немецкого фрегата им так и не удалось в полной мере реализовать полученные знания, так как наиболее рискованные операции, вроде освобождения заложников и ареста пиратов, выполнял спецназ морской пехоты «Бундесвера». На немецком фрегате мы занимались операциями прикрытия, обеспечения безопасности штурмовых операций и операций по освобождению заложников. Как часто приходилось выходить на эти операции? Приходилось. Эстонский парламент планирует продлить все выданные ранее мандаты на участие военнослужащих сил обороны в зарубежных миссиях, среди которых и операция ЕС «Аталанта». Следующее, пятое по счету подразделение охраны морских судов уже прошло спецподготовку и выдвинется в район Аденского залива в ближайшее время. На сей раз эстонские миротворцы будут нести службу на корабле французского военно-морского флота. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. КОНЕЦКИ2 Продолжение следует...